здравствуйте с вами программа формула качества и я ее ведущая Ольга Афанасьева согласитесь по настоящему качественное у нас в этом году выдалось лето даже уже хочется чтобы оно было чуть менее качественным но слишком уж жарко хотя есть люди которые и в такую жару обременяют свой организм дополнительными нагрузками я бы даже сказала супер нагрузками хотя с другой стороны вот им не приходится задумываться о качестве внешнего вида они всегда великолепной форме и это неудивительно к нам в город герой приехали сильные нет скорее очень сильные люди из разных городов России осудили выступления мастера спорта по тяжелой атлетике и признанные специалисты по кросс фиту это называется смотрите завидуйте ну не пытайтесь повторить в домашних условиях здесь нужна специальная подготовка кстати не только богатыри не перевелись на земле русской но и те кто по некрасову коня на скаку остановит варящую избу войдет эти и войдут и остановят можно не сомневаться давай еще пять раз 12 13 14 последний 15 согласитесь глядя на все происходящее начинаешь верить безграничные человеческие возможности точнее безграничные возможности человеческого организма круто наверное слабо сказано мы его многофункционально ярко динамично эффективно и надеюсь конечно же что мы смогли убедить показать и заинтересовать и других людей заниматься активно спортом фитнесом и своим здоровьем самое главное и этого самого главного организаторам удалось добиться ведь судя по лицам зрителей равнодушных ко всему происходящему на форумной площади просто не было а вот еще так скажем летняя тема особенно актуальная во время школьных каникул в июле 2007 года в станице на духаевской открылся парк живой природы додо названный в честь исчезнувшего с лица земли вида нелетающей птицы маврикийского дронта для своих питомцев работники парка постарались максимально воссоздать условия приближенные к природным сегодня она тухаевской достопримечательности знают во всей стране ежегодно додо посещает тысячи туристов часто ли вы улыбаетесь или может быть ваши дети заскучали тогда самое время покинуть и замкнутый круг бесконечных забот и отправиться в тишину и покой который может дать только общение с живой природой и ее очаровательными в своей непосредственности обитателями смеяться от души вам помогут малыши в этом году сразу в нескольких семействах обезьян появилась на свет до умиления шкодное потомство им как детям нужно материнская забота и внимание и конечно развивающие игры так чтобы полакомиться заморожеными фруктами нужно проявить смекалку наблюдать за таким мозговым штурмом очень весело обезьянки маленькие а еще кто фуалов журавль а что тебе понравились какие животные страус первый раз мне понравился кенгуру в этом году потомство принесли и кенгуру и журавли и альпаки им очень повезло у каждой семьи свой дом со всеми удобствами они получают полезное и сбалансированное питание прививки а свежего воздуха здесь хватает на всех и на посетителей тоже очень приятно вот с детьми гулять с маленькими даже вот одно удовольствие то есть вот животные вот в этих естественных условиях и они ведут себя то есть дети вот наблюдают за ними то есть соответственно очень интересно но пока мы только птиц посмотрели то есть журавли и павлины нам дико понравились то есть у них как раз там сейчас а черепахи потрясающие слушайте вот они такие медленные но очень интересно а в этом вольере в мире и согласии живут сейшельские черепахи и мадагаскарские лемуры легкие на подъем лемуры ведут подвижно подвесной образ жизни черепахи домоседы сдвинуть их с места может только любимая еда которую они пережевывают тщательно и невозмутимо верблюды тоже любят пожевать эту малышку зовут марта кстати в парке живой природы до до есть традиция каждый год давать имена новорожденным на очередную букву алфавита в этом году одиннадцатом с момента открытия парка это буква м помимо традиции есть в дудо и правило главное из них уважать дикую природу животных не пугать их криком не провоцировать не трогать не кормить ведь они хоть и такие забавные но не игрушки они живые и очень любопытные только посмотрите на малышей сурикатов в их семье маленьких хищников распределены обязанности самка заботится о малышах а самец всегда на боевом посту охраняет территорию увидев объектив камеры он решил лично разнюхать и прощупать ситуацию вот такие они обитатели парка живой природы мы рассказали лишь о немногих всего в дудо более 80 видов самых уникальных и неповторимых животных чтобы в этом убедиться достаточно приехать в станицу на тухаевскую парка живой природы дудо расположен на улице курганной 103 работает ежедневно с 9 утра и до темноты после такого сюжета так и хочется добавить не пытайтесь повторить все увиденное самостоятельно занимайтесь только под присмотром специалистов иначе данный вид спорта может быть очень опасным для здоровья кстати о здоровье на страже здорового образа жизни всегда стояла и будет стоять моя коллега ирина ищенко давайте с особым вниманием послушаем и посмотрим что нового о том как его он смысле здоровья сохранить она подготовила древние философы называли голову человека чашей которая далеко не всегда наполнена благостными мыслями и умиротворением если чаша заполняется гневом то гнев не переполняет и вызывает сильнейшие головные боли но это с философской точки зрения врачи же сильные хронические головные боли которые именуют мигренью относят к неврологическим заболеваниям которые необходимо лечить один из способов лечения мигрени в нашем следующем сюжете головные боли мучают людей с древности когда еще и экология была в норме и темп жизни размеренный и никто даже и не знал слова стресс мигрень описывал еще гиппократ как некий мозговой шторм возникающий у активных людей это своеобразная расплата за бурную работу головного мозга за прошедшие несколько тысяч лет врачи так и не пришли к единому мнению о причинах мигрени загадка этого заболевания в том что его не должно быть ведь само вещество головного мозга лишено болевых рецепторов мозг не может болеть однако каждый седьмой взрослый человек страдает мигренью причем женщины в три раза чаще чем мужчины и без того сильнейшая головная боль усиливается при малейшем воздействии раздражающих факторов яркого света или громких звуков часто мигрень сопровождается мучительной тошнотой и рвотой врачи рекомендуют купировать головную боль во время приступа противомигренозными лекарственными средствами однако данное симптоматическое лечение не может застраховать пациента от повторения мигренозных атак отечественный производитель физиотерапевтических аппаратов елатомский приборный завод предлагает свой профилактический системный подход к лечению мигрени магнитное поле очень благотворно влияет на головной мозг насыщает клетки кислородом восстанавливает обмен веществ улучшается просвет сосудов головного мозга аппарат диамаг разработан конструкторами учеными елатомского приборного завода он представляет собой портативный блок управления и линейка излучателей которая называется оголовье для того чтобы лечение было эффективным нужно знать как правильно пользоваться аппаратом диамаг расскажите пожалуйста аппарат в использовании очень простой имеется четыре программы первые из них используются для лечения головных болей и и застойных явлений в шейном отделе третья программа используется для тех кто хочет улучшить свое зрение и четвертое при специфичных болезнях пожилых людей выбираем программу первая программа давайте будем избавлять меня от головной боли да первую программу самую простую выберем все 10 минут приобрести аппарат диамаг в новороссийске можно в магазинах медтехника на улице свободы 34 героев десантников 27 а также в аптеке фитофарм на улице южная 5 и в магазине доброта точка ру на улице хворостянского 1 дробь 13 высокая температура и влажность воздуха самая благоприятная среда для возникновения болезнетворных микробов именно поэтому сейчас в летнюю жару врачи инфекционисты призывают нас мыть руки после улицы и посещения туалета самое главное перед едой ведь обычное мытье рук с мылом уничтожает 90 процентов вирусов и бактерий скажите пожалуйста какие инфекции самые распространенные на первом месте последнее время стоит ротовирусная инфекция норовирусная инфекция который быстро передается а какие существуют пути передачи вирусной кишечной инфекции вирусной инфекцией заражаются когда употребляют зараженные продукты это может быть молочные продукты это может быть вода это могут быть зараженные фрукты которые допустим находили с какой-то воде где было было этот вирус поэтому очень очень важно чтобы фрукты мылись хорошо и в чистой воде мне рекомендуется из крана пить лучше кипятить воду фильтр тоже не все фильтрует вирусы иногда не фильтруется состоит проходят через фильтр поэтому я думаю что лучше всего пить кипяченую воду или специально воду пригодна для питья а скажите пожалуйста по каким симптомам мы можем понять что заразились вирусной кишечной инфекцией вирусной кишечной инфекции обычно начинается у некоторых людей в основном с лихорадки может быть высокая очень температура как простудные явления могут быть покраснение в горле а потом начинается рвота жидкий стул и так далее у некоторых больных начинается чисто с рвоты без температуры бывает такое тоже зависимости от организма как реактивность организма такие бывают и клинические симптомы а что включает в себя первая помощь при заражении сама лечение конечно не приветствуется нами но при начале симптоматик если вы видите что ребенок или кто-то из взрослых заболевают первое это питание должно быть меняться не то питание которое вы обычно получаете значит можно даже сразу голод давать только или употреблять только в воду по большом количестве жидкости можно взрослым чай какие-то отвары рисовые или из сухих яблок груш можно варить такие отвары и можно вот такие употреблять а первым как лекарственные препараты это должен быть сорбентации энтеросорбент и их очень много в аптеках а скажите в каких случаях нужно прекратить само лечение и срочно обращаться в больницу не сидеть дома там пять дней потом приехать тяжелом состоянии чтобы мы нам приходит приходилось много работать лучше обратиться от увидели от одного-двух раз не прошло значит обратиться за помощью больницу в летние месяцы более чем в три раза увеличивается число пациентов отделения кишечных инфекций и вирусного гепатита инфекционной больницы многие считают что это побочные эффекты отдыха на море море конечно побочных эффектов нет но море конечно привлекает большое количество людей и люди приезжающие на море самое основное это тоже не то что морская вода передает какие-то инфекции тоже не соблюдается обычная гигиена у моря начинается там кормление питание и все прочее у моря море предназначено для отдыха поэтому я думаю что многие предпочитают и поесть возле моря тогда просто нужно соблюдать определенные те правила гигиены которые присутствуют везде какие же правила нужно соблюдать для того чтобы быть здоровыми летом и вообще всегда приходя домой первым делом нужно мыть руки в верхней одежде не ходить по дому это есть такое основное до которое большинство домах это все соблюдается и перед едой если даже вы мыли руки как приходя домой перед едой снова мыть руки иногда не только является наши руки до переносчик мап еда сама поэтому по при покупке продуктов нужно будет обращать внимание на это на срок годности с вами была ирина ищенко живите на здоровье а сегодня это все как сказал человек который точно знал формулу качества это был сам генри форд так вот он говорил качество это когда ты все делаешь правильно даже когда на тебя никто не смотрит на телевидение же лежит особая ответственность ведь телевидение смотрят все